Гнотисе Аутон. Познай самого себя. Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале 20 века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «Слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацитурян на Первом медицинском канале. Марков Александр Владимирович, доктор биологических наук, известный российский эволюционный биолог, палеонтолог, популяризатор науки, лауреат премии в области научно-популярной литературы «Просветитель» 2011 года, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института Российской академии наук, автор более 130 научных публикаций, внес весомый вклад в развитие общей теории биологической макроэволюции и математическое моделирование макроэволюционных процессов, автор и ведущий научно-образовательного портала «Проблемы эволюции», ведущий московского семинара «Вопросы эволюции». Я приветствую Александра Маркова в нашей студии. Здравствуйте, Саша. И, как было обещано, продолжаем мы сегодня тему эволюционной этики, затронутую прошлой нашей программе. И сегодня мы коснемся также и эволюционного религиоведения. Пожалуйста, продолжайте об эволюционных аспектах этического поведения. И неэтического тоже. Спасибо. Вот в прошлый раз мы говорили о разных эволюционных механизмах, которые могли способствовать развитию так называемого нашего внутреннего нравственного чувства, совести и так далее. И среди этих механизмов нужно упомянуть еще такой важный эволюционный механизм, как половой отбор. Ну, действительно, известно, что люди самых разных культур при выборе партнера для создания семьи, долговременных отношений придают большое значение морально-нравственным качествам кандидата. То есть, такие качества, как доброта, щедрость, отзывчивость, они ценятся всеми культурами и повышают, так сказать, ценность кандидата на брачном рынке. И поскольку это так, совершенно очевидное следствие из этого состоит в том, что наши моральные качества могли развиваться в том числе и под действием полового отбора. Если мы можем влюбиться в человека за его доброту, значит, половой отбор может поддерживать развитие доброты. И люди действительно, по-видимому, стараются демонстрировать свои моральные качества потенциальным партнерам, чтобы произвести хорошее впечатление. И вот известно, например, такое поведение, как демонстративное потребление, когда люди приобретают какие-то предметы роскоши, какие-то вещи, которые сами по себе им вообще-то не нужны, или можно было бы купить то же самое, но в сто раз дешевле. Но они швыряются деньгами, чтобы было видно, какие они богатые. Это повышает их статус, повышает их привлекательность в глазах других людей. Но, кроме того, люди могут совершать также и акты бескорыстного альтруизма, тоже с целью саморекламы. Это может быть на бессознательном уровне. Причем такие акты могут быть более эффективным средством саморекламы, потому что, например, если мы пожертвовали много денег голодающим детям из далекой страны, то тем самым мы не только показали свое богатство и доступ, так сказать, к витальным ресурсам, но мы продемонстрировали также и свою щедрость, и свою доброту, то есть высокие моральные качества. Из всего того, о чем мы говорили, мы обсудили разные теории эволюционного происхождения альтруизма, которые работают и работали у наших предков гоминиды, которые действуют на других животных, даже на микроорганизмы. Следует ли из этого, что по-настоящему бескорыстного альтруизма, то, что многие люди считают настоящим альтруизмом, то есть вообще без всякой задней мысли, вообще существует ли такое явление? Или мы всегда... Но люди всегда склонны найти подоплек, даже когда они узнают о чем-то поступке, который кажется бескорыстным, есть популяция людей, которые всегда будут искать второе дно. Да, совершенно верно. Но все же как-то житейский опыт подсказывает, что встречаются люди, которые совершают, по-видимому, совершенно бескорыстные. Просто так. Добрые поступки, просто потому что им это приятно делать. Вот я думаю, что абсолютно бескорыстного до такой степени, что даже и удовольствие человек не получает от добрых поступков, вот такого, я думаю, не бывает, не может быть. Потому что, в конце концов, все наше поведение регулируется эмоциями, и мы, выбирая тот или иной вариант поведения, мы моделируем это у себя мозгу, и на что у нас больше дофамина выделяется, то мы и выбираем. То есть оторвать наше поведение от чувства внутреннего удовольствия и неудовольствия, я думаю, невозможно. Поэтому не надо доводить до абсурда. От зоны вознаграждения. Да, не надо доводить до абсурда идеи бескорыстности. Но вот давайте считать добрый поступок, который мы совершаем, просто потому что нам приятно совершить добрый поступок, давайте его считать бескорыстным. Так вот, такой бескорыстный альтруизм на самом деле не противоречит всем циничным теориям происхождения доброты, о которых мы говорили. Родственный отбор, половой отбор, взаимный альтруизм, непрямая рецепрокная забота о репутации. Вот просто потому, что эволюция поведения у животных, по крайней мере, позвоночных животных, это прежде всего эволюция эмоциональной регуляции поведения. Эмоции – это главный регулятор нашего поведения. И, соответственно, что значит действовал родственный отбор, который способствовал распространению генов альтруизма? Это значит, что по действиям отбора закреплялись такие мутации. Я сказал родственный отбор, но любой другой механизм отбора. Это значит, что по действиям отбора закреплялись такие мутации, которые повышали вероятность того, что человеку будет приятно вести себя по-доброму в тех или иных ситуациях. То есть мы сами при этом не, вот мы как мыслящие существа, мы не рассчитываем степень родства, мы не сверяем свое поведение с формулой Гамильтона, мы не просчитываем вероятность благодарности ответного альтруистического акта, мы не обязательно должны, по крайней мере, просчитывать сознательно эффект, который окажет наш поступок на нашу репутацию, влияние на нашу репутацию. Нам может быть просто приятно. Под действием отбора закрепились такие мутации, которые повышают вероятность того, что нам приятно вести себя морально, хорошо, по-доброму в тех или иных ситуациях. То есть всю циничную часть работы взял на себя естественный отбор. Это естественный отбор руководствовался интересами генов, степень родства, рецепрокностью и так далее. Но он свое дело сделал, он обеспечил нас генами, которые просто-напросто заставляют нейроны мозга связаться в такие сети, чтобы, ну, с минимальным воздействием какого-то обучения, чтобы система внутреннего подкрепления выделяла больше дофамина, когда мы делаем что-то хорошее. Нам просто приятно. И мы сами можем быть при этом по-настоящему искренними. Несмотря на то, что... Ну и какие-то отдельные люди среди особей, среди нас могут быть лишены этого механизма в силу тех или иных изменений, да? Да, не будем... Вопреки отбору. Да, не будем преувеличивать... То есть не у всех это работает. Вот это внутреннее... У кого-то меньше, у кого-то больше дофаминовых рецепторов, у кого-то меньше. Да, есть, конечно, явно есть наследственная изменчивость, есть люди, которым от природы нравится делать гадости другим. Но у них рецепторов мало. Давайте договоримся так. Ну, условия, да, конечно... В рамках сегодняшнего разговора. Это всё, конечно, взаимодействие генов и воспитание, но врождённые склонности могут быть разные. Ну, в общем, смысл в том, что эволюционное объяснение морали не отменяет искренность и бескорыстность на уровне индивида. Так, я уже говорил. Ну вот ещё, говоря об эволюционной этике, можно упомянуть такую интересную теорию пяти основ человеческой морали. Это группа эволюционных психологов недавно начала развивать такую теорию о том, что существует пять основ такой интуитивной, полуврождённой человеческой морали. То есть пять комплексов идей, к которым мы, в силу генетически обусловленных особенностей своей психи, к которым мы очень легко при минимальном участии какого-то обучения и опыта привязываем эмоционально окрашенные оценки. Хорошо, плохо. И они нас волнуют, очень переживают, возбуждают у нас такие эмоции, как, например, чувство справедливости, нечестность и так далее. Есть пять групп, по мнению этих эволюционных психологов, Джонатан Хайт и другие. И основы они такие выделили. Правда, у них сейчас эта теория всё время видоизменяется. Они то шестой добавляют какой-то пункт, то эти видоизменяют. Но, мне кажется, наиболее связанная она выглядит вот в таком варианте. Пять основ морали. Первая – это справедливость, чувство справедливости, это эгалитаризм, то есть равенство, идеалы равенства, правосудие, здесь золотые правила этики. Это всё идеалы взаимного альтруизма. Вторая основа – это идеи заботы, защиты уязвимых. Это родственный альтруизм, забота о детях, о слабых, больных. Это развитие вообще любви, что тоже характерно именно для гоминидной линии в связи с развитием моногамной семьи и у долгого детства долгая забота о потомстве. Об этом можно отдельную лекцию прочесть. Третий блок идей – это идея верности группе, верность группе, лояльность. Это развелось из долгой истории конкуренции между группами, межгрупповой вражды. Нужна была верность, преданность своим. Уважение к авторитетам, к старшим, к вождям, к богам, к традициям, к тому, что принято у нас. Развелось из долгой истории иерархических взаимоотношений у приматов. И последняя группа идей, последняя основа этой интуитивной морали – образ чистоты, святости. Это развелось на основе уникальной человеческой эмоции отвращения, которая дает людям чувство, что одни способы жизни чистые, возвышенные, правильные, а другие – грязные, низменные, отвратительные. На этом основаны всякие табу, отвращения, скажем, к поганым язычникам и так далее. И на основе этой теории проведена масса тестов самых разных народов. Это сравнивали с политической ориентацией, людей с политическими взглядами. И вот показана очень большая статистика, довольно все убедительно, что первые две основы, которые синеньким цветом выделены. Это основы, так сказать, индивидуальные. Это идеи, которые позволяют людям спокойно жить и лазить с окружающими. В обстановке ослабленной межгрупповой вражды, когда враждают с другими группами не очень актуальна. И в современной цивилизации они как-то вышли на первый план, по-видимому. То есть стратегии мирного времени, да, так условно говоря? В связи с ростом связности всего мира, глобализация, международная торговля, обмен идеями и общее снижение кровопролитности в отношениях между людьми, о чем мы говорили в прошлый раз. И вот эти первые две основы, они более важны, несколько более важны для людей с либеральными политическими взглядами. Происхождение их объясняется механизмами родственного отбора, взаимного альтруизма и взаимовыгодной кооперации. Тут надо подчеркнуть, что все люди, как показывают тесты, все люди имеют все пять основ. То есть наши моральные оценки и решения основаны на всех пяти пунктах. Но просто для либералов несколько, первые два несколько более важны, чем для консерваторов. А вот пункты 3, 4, 5 это основы связывающие, объединяющие. Они обеспечивают сплоченность единства коллектива в мире, разделенном на враждующие группы. То есть на своих и врагов. В современном мире они по-прежнему очень важны для значительной части цивилизованного населения, которых называют обычно консерваторами или охранителями, или фундаменталистами. А также они очень важны, конечно, для доиндустриальных, традиционных народов, как их сейчас называют, политкорректно. Раньше называли дикие народы, сейчас говорят традиционные. Происхождение этих основ, понятное дело, объясняется механизмом сопряженной эволюции парахиального альтруизма и войн. Возможно, можно предположить, что может быть какая-то обратная связь. Может быть, чем больше людей будет ценить основы первую, вторую, выше, чем третью, четвертую, пятую, тем скорее, может быть, мир перестанет делиться на враждующие группировки. Хотя некоторые считают, что мир никогда не перестанет делиться на враждующие группировки. И, конечно, для либералов тоже основы 3, 4, 5 весьма важны. То есть, никакой самопродвинутый гуманист, либерал и весь из себя суперобразованный и все понимающий, он все равно не будет есть, например, мясо своей умершей бабушки. Хотя, казалось бы, мясо и мясо, продукт пропадает. Потому что основа 5, вот чистота, святость, она сидит, у нас будет здоров, как во всех. Все эти основы сидят в каждом человеке. Но просто для кого-то чуть более важны одни, для других – другие. Ну и следующая тема, о которой мы собирались поговорить. О происхождении суеверий, всяких ритуалов. Почему мы так склонны часто принимать на веру какие-то совершенно неподтвержденные какие-то идеи, вымыслы, верить в приметы, скажем, какие-то, практики неэффективные и так далее. Эволюционная психология достаточно убедительно объясняет это свойство нашей психики. Дарвин, как всегда, основоположник, он и об этом тоже подумал, и написал очень мудрую мысль в книге «Происхождение человека», говоря о так называемых «вредных суевериях». То есть, суеверия, которые вроде бы неадаптивны, то есть, они только снижают приспособленность тех народов, которые следуют. Эти печальные косвенные результаты наших высших способностей можно сравнить с побочными и случайными ошибками инстинктов низших животных. Действительно, какой бы ни был инстинкт, какой бы ни было врожденная поведенческая программа, она в определенных ситуациях дает сбои, она может ошибаться. То есть, это сбой. Да, и это одна из версий происхождения таких вот вредных суеверий, что это некий сбой в врожденной поведенческой программе, полуврожденной поведенческой программе, которая в нормальной ситуации полезна, но в некоторых ситуациях она работает неоптимальным образом и получается нелогичное поведение. И в рамках эволюционного религиоведения развиваются две основные идеи, что религия, ну, суеверие, ритуалы и так далее, это случайный побочный продукт. Вот то, о чем Дарвин говорил. Случайный побочный продукт, не обязательно полезный, эволюционного развития каких-то других полезных свойств человеческого мышления. Это первая идея. А вторая идея состоит в том, что склонность человеческого мозга к генерации восприятия религиозных идей, это полезная адаптация, которая развелась под действием отбора, наряду с другими адаптивными свойствами мышления. То есть, что это полезное свойство в основе своей. Вот склонность к созданию каких-то религий и так далее. Обе идеи имеют свои подтверждения в элементации. Ну, если это побочный продукт, то побочный продукт чего это может быть? Вот если посмотреть на человека с точки зрения эволюционной психологии, то становится ясно, что религия может быть побочным продуктом очень много чего. Вот некоторые основные пункты. вот мы знаем, что у людей очень сильно развит социальный интеллект, способность к социальному обучению, в частности, к тому, чтобы перенимать знания у других людей. Особенно у детей это сильно развито, ребенок просто весь заточен на то, чтобы впитывать знания как губка, то, что ему сообщают взрослые. Такая гипертрофированная способность к социальному обучению, она чревата тем, что она создает идеальную среду для распространения вот этих информационных паразитов, то есть эгоистичных мемов, эгоистичных кусков информации, которые начинают распространяться в такой питательной среде не потому, что они полезны своим носителям, а просто потому, что они умеют хорошо распространяться. Среди них может идти отбор, самые приставучие, самые легко запоминающиеся, самые, скажем, приятные для человека, во что ему нравится, они распространяются быстрее не потому, что они приносят пользу, а просто потому, что они обладают способностью. И легко распространять, да. Они заразны, вот, то есть это эгоистическая эволюция идей в мозгах приматов с гипертрофированной способностью к социальному обучению. Второй важный пункт, это то, что у нас гипертрофирована вот эта самая модель психического или теории ума, то есть способность моделировать психическое состояние сородичей. И эта способность у нас развита настолько мощно, что мы ее сплошь и рядом применяем не по адресу и начинаем приписывать психические состояния не только людям, а всему подряд. Любой хозяин собаки будет биться об заклад, что его собака там все понимает, мыслит как человек и будет приписывать ей психические состояния человеческие. Кошатник тоже, даже, собственно, человек, если у него жук в банке живет, и он этого жука любит, он будет и в жуке тоже видеть человеческую психику. неодушевленные природные силы, погода, мы начинаем бессознательно воспринимать, скажем, если погода резко испортилась, когда мы хотели пойти погулять, мы начинаем злиться, воспринимаем это как враждебный акт. Мы сейчас говорим, из чего могла родиться религия. Да. Из гипертрофированной теории ума и интернациональной установки, то есть мы автоматически воспринимаем события, которые происходят в окружающем мире, как результат чьей-то воли. Как будто это кто-то делает. Ну, если они нас очень эмоционально затрагивают. Да, да. Это помогает нам быстро среагировать, наш мозг весь заточен под то, чтобы понимать психическое состояние другого человека, но мы его точно так же начинаем это распространять везде. Когда на нас бросается хищник в джунглях, то мы не думаем, что вот это хищное ликопитающее, у которого гормональный фон такой-то, вот он хочет есть. Наверное. Не, мы именно что думаем. Вот я уже сам перескочил на хочет. Может быть, он ничего не хочет, может быть, это просто инстинкт у него такой. Но мы сразу начинаем. Он хочет меня сожрать. Вот что мы на самом деле думаем. И убегаем побыстрее. Когда идешь по дороге, сильный ветер в лицо, допустим, такой порывистый ураган, мешает идти. Нам кажется, что он хочет нас сдуть, остановить вообще против нас. Ну и так далее. Мы одушевляем природные силы и видим в случайных событиях проявления чьей-то воли, вот и рождаются идеи о том, что существуют какие-то невидимые силы, обладающие человеческой психикой. Которым есть до нас дело. Которым есть до нас дело, да, и которые своей волей управляют событиями. Вот еще один важный момент состоит в том, что система обучения на положительном опыте, нейронные контуры, отвечающие за обучение на положительном опыте, если к ним не прилагается большущий и сложный механизм для понимания причинно-следственных связей, механизм обучения на положительном опыте автоматически порождает формирование ритуалов, несмысленного ритуального поведения. Это было показано в замечательном эксперименте на голубях, который проводил такой известный этолог-бихевиорист Скиннер. Голубей сажали в какое-то помещение, в котором пища появлялась случайным образом, непредсказуемо, через случайные промежутки времени. Вот появлялась пища. Но каждый голубь в тот момент, когда появляется пища, он был чем-то занят. Кто-то клевал стенку, кто-то чистил перышки, кто-то еще что-то делал. И вот достаточно быстро все эти голуби выработали определенные ритуалы. То есть они начинали повторять то бессмысленное действие, которое они делали в тот момент, когда появилась пища. они замечали якобы какую-то закономерность. То есть у них просто формировался обычный условный рефлекс. В данном случае совершенно бессмысленный. И вот один голубь начинал, например, когда чувствовал голубь, начинал клевать стенку, другой начинал прыгать. Просто потому, что так случайно совпало раз или два, что когда он прыгал, тут как раз и появилась пища. ну так а разве у людей по-другому? Это показано на многих животных такое поведение формирование таких вот ритуалов. Если мы что-то делаем, после этого с нами случается что-то хорошее, у нас автоматически система положительного подтвердения, система формирования условного рефлекса, вот это элементарное обучение на положительном опыте. Мы начинаем повторять то действие, за которым последовало вознаграждение. И то, что в большинстве случаев совершение этого действия не дает никакого результата, это нас не останавливает. Потому что, по-видимому, обучение на положительном опыте, оно сильнее, чем разучивание на отрицательном опыте. Так уж устроена нервная система. Там дофамин выделяется и синаптическая проводимость усиливается. У людей особенно, мы помним, мы не просто автоматический рефлекс вырабатываем, мы еще и сознательно обрабатываем эту информацию, рассказать другим. Слушайте, я вот тут прыгал на одной ножке, тут как раз... Манны небесные посыпалось. Ну и еще одна особенность нашей природы, которая могла способствовать развитию суеверий, состоит в том, что, с одной стороны, у нас есть потребность все объяснять, во всем разобраться, чтобы это адаптивно, чтобы ориентироваться в мире. Но, с другой стороны, глобальные мировоззренческие вопросы, типа там, почему всходит солнце, почему дует ветер, почему меняются времена года, от того, как пещерный человек отвечал на эти вопросы, его приспособленность не зависела вообще. То есть, ты можешь думать, что солнце, там, это бог на золотой колеснице, или что солнце каждую ночь съедает какой-то вселенский крокодил, а утром выплевывает. Это совершенно не влияет на вашу приспособленность. Но это все-таки нам интересно и важно, и поскольку, естественно, отбор не контролировал правдивость этих верований, они оказались под влиянием полового отбора, который занимался тем, что отбирал эти истории на их развлекательность, увлекательность. То есть, рассказчик, который рассказывал какую-то увлекательную историю, сказку с чудесами, захватывающими. Это то, о чем мы говорили в предыдущем выпуске про демонстрацию интеллекта. Да, он прекрасно демонстрировал свой интеллект. Если это ярко и красиво подано, почему нет? Совершенно не важно, что это не соответствует реально устройству солнечной системы, но красивая сказка, миф, она произведет впечатление на слушателя, она запомнится, женщины будут в восторге, или мужчины, если эта женщина рассказывает, и так далее. Половой отбор должен был поддерживать в нас способность сочинять волшебные захватывающие истории, а вовсе не правдивые мифы об устройстве мироздания, или правдивые знания какие-то научные. Так, ну, вот, что касается социального обучения, это социальное обучение характерно для всех обезьянам, передача опыта от родителей к потомкам, от старших к младшим. Вот видите, здесь показан какой-то старый самец. Это он делает из соломинок. Счет он жует какую-то грянь, а дети и женщины на него восторженно смотрят, вообще внимают каждому жесту, запоминают, учатся. Учиться у взрослых быстрее и безопаснее, чем на собственном опыте социальное обучение это великое достижение общей эволюции. Возможность учиться чему-то не методом проб и ошибок, не самому обжигаясь на всем, а учиться у взрослых. Это гениальное изобретение, но у него есть опасный побочный эффект, что могут начать распространяться и ложные знания таким образом. Был проведен, например, такой интересный эксперимент, в котором было показано, что дети вообще говоря, охотнее верят взрослым, чем собственным глазам. Они верят тому, что им говорят взрослые, лучше, охотнее, чем собственным глазам. Ну, дети маленькие, до полутора, двух лет, часто совершают такую ошибку, вот если много раз подряд у них на глазах прятать какой-то желанный предмет, игрушку или конфету в один из двух контейнеров, скажем, вот в этот, в левый. И ребенок каждый раз потом берет из левого контейнера и ее достает. А потом взять и положить на глазах у ребенка положить в правый контейнер, это уже самое груз. А он все равно будет. А ребенок все равно к левому тянется. Вот это такая характерная логическая ошибка, там есть разные теории, почему дети ее совершают, но вот решили проверить, а возникает ли эта ошибка, если влияет ли на возникновение этой ошибки то обстоятельство, что ребенок думает, что взрослый его чему-то обучает, или он просто наблюдает за предметами без участия взрослого. И вот проводились эксперименты в трех разных ситуациях. В одном случае экспериментатор, девушка на глазах ребенка, глядя на ребенка, проделал эту манипуляцию. Клала игрушку много раз подряд в один контейнер, а потом в последний раз в другой ребенок. Ребенок в этом случае совершает эту ошибку упорно, то есть тянется к первому, куда прятали много раз. Две другие ситуации были безличные. В одном случае все так же, только девушка не смотрела на ребенка, смотрела вбок, как бы занималась своими делами. То есть это уже не прямой акт социального обучения. В третьем случае вообще этими контейнерами управляли при помощи невидимых ниточек, без занавески они сами двигались. Так вот оказалось, что в этих двух последних ситуациях дети гораздо реже совершают эту ошибку. то есть они видят, что в последний раз, в отличие от предыдущих случаев, игрушка была спрятана в другой контейнер, и они тянутся правильно к другому контейнеру. Думают своей головой. Они думают своей головой. А в первом случае они считают, что взрослый человек мудрый долго их обучал, что игрушку надо искать именно в этом контейнере, а не в другом. И они верят взрослому. И несмотря на то, что они видят, что игрушку положили в любое место, они верят взрослому и повторяют. Вот один из экспериментов, показавший мощь социального обучения. Кроме того, проверяется также идея о том, что религия может быть полезной адаптацией. Для чего она полезна? Для поддержания парахиального альтруизма, прежде всего. Для поддержания сплоченности группы, что может повышать выживаемость этой группы. преданность своим, единоверцам, которые противопоставляются чужакам, неверным, неверным и так далее. В Соединенных Штатах в XIX веке много возникало всяких замкнутых общин, которые объединялись разными идеями, как религиозными разные секты были, так же и светские, например, коммунистические, коммуны какие-то были. Их было достаточно много, чтобы посчитать статистику. В частности, посмотрели, сколько лет просуществовала та или иная община. Большая часть из них рассыпалась в какой-то момент. И вот оказалось, что религиозные общины значительно дольше существовали, чем светские. скорость полураспада религиозных общин значительно ниже. Соответственно, это подтверждает то, что религия это полезная адаптация. То есть, как организующее сообщество сила. Она сильнее, чем светская какая-то сила. Да. Когда поразбирались с данными более подробно, оказалось, что главный фактор это строгость устава. Вот если устав предписывал какие-то строгие ритуалы, какие-то самоограничения, посты, ну, в общем, какие-то варианты такого коллективного самоограничения, там, самоистязания, то вот это сильно повышает стабильность, устойчивость вот этой общины. Чем строже был устав, тем дольше просуществовала группа. Если сделать поправку на вот строгость этих ритуалов, то различие между религиозными и светскими пропадает. То есть дело именно в таких вот строгих ритуалах. В данном случае какой-то жестокий коллективный ритуал, строгий там обряд инициации, там, болезненные, какие-то посты, ограничения, они выполняют функцию средств демонстрации лояльности группе и они защищают общину от социальных паразитов, от лицемеров, от притворщиков, которые могут проникнуть в общину, не разделяя ее верования, а просто там жить, как вот те обманщики микробы в опытах. Если для того, что вступить в общину, нужно пройти такой жестокий ритуал, то это защищает ее от социальных паразитов и служит людям средством демонстрации своей лояльности. Вот если я такое прошел, значит, я свой, мне можно доверять. Вот. Значит, поэтому, возможно, так распространены жестокие кровавые ритуалы у традиционных народов, подчас весьма мучительные. Ну и как индикатор приспособленности тоже могут работать, если мужчина выдержал такое истязание, вот когда его все лицо покрывают татуировкой, как у многих там в Маоре в Новой Зеландии это было принято, то значит это очень мощный самец, который настоящий, с хорошими генами. И вот думают, что коллективные ритуалы издавна служили таким мощным средством сплочения человеческих групп, воспитывая в людях преданность своим и одновременно враждебность тем, кто не с нами. Ну, какой-то совместный танец, пляска, выделяются там соответствующие нейромедиаторы и люди испытывают чувство общности, единства, один за всех, все за одного. были также проведены исследования такого крайнего проявления парахиального альтруизма, террористы-самоубийцы. Вот то, что в последние годы, к сожалению, получило такое распространение. Готовность человека ради своей веры, ради своих своих единоверцев, ради каких-то своих идеалов, ну, в общем, в конечном итоге ради своей группы пожертвовать жизнью. И эти исследования показали, что да, степень поддержки таких крайних проявлений парахиального альтруизма, она тесно связана именно с коллективными ритуалами. Вот не с религиозной верой самой по себе, а именно с совместными какими-то религиозными действиями. Вот если просто человек верит в Бога, молится, может быть, но редко ходит в храм, например, участвует в богослужениях, то это не влияет на то, что он, скажем, будет поддерживать террористов-самоубийц. А вот если человек регулярно ходит в церковь, синагогу, мечеть, участвует в коллективных богослужениях, то вот такое поведение, оно коррелирует с поддержкой экстремальных актов парахиального альтруизма. В данном исследовании, которое отражено на слайде, изучалась еще степень поддержки парахиального альтруизма. Ну, там людям просто вопросы разные задавали, например, готовы ли вы умереть за свою веру, например. если человек отвечал да, значит, он поддерживает парахиальный альтруизм. В зависимости от частоты молитв, ну, там все равно, насколько часто молитв, и посещения богослужений. И вот было показано, что в шести группах верующих самых разных религий действительно именно посещение коллективных богослужений коррелирует со степенью поддержки парахиального альтруизма. А что причина, что следствие? Ведь можно повернуть ситуацию обратно. Человек к тому и ходит, и регулярно участвует, и находит для этого время, что он готов. То есть из чего авторы делают выводы, что именно частое участие формирует такую вот преданность, а не наоборот? Ну, в принципе, наверное, при желании можно предположить, что и наоборот. Они просто проверяли гипотезу. По ответам людей, да? Они просто проверяли гипотезу, что... некую корреляцию просто выявили между ответом таким и частотой практики. Да. там было несколько исследований такого рода проведено. В частности, началось с того, что ходили в Палестине по домам евреев и палестинцев и спрашивали, во-первых, как часто вы ходите в синагогу или в мечеть и задавали вопросы на тему поддержки террористов самоубийц. Своих, естественно. в истории Израиля там был один случай, когда один израильтянин там расстрелял арабов из автомата. спрашивали, считаете ли вы этот поступок героическим? Его потом убили сразу же. У палестинцев спрашивали, поддерживаете ли вы этих самоубийц? И спрашивали, как часто вы молитесь и как часто вы ходите в храм? Мы заметили корреляцию, что с тем, как часто человек молится, не коррелирует его поддержка или не поддержка террористов. А вот с тем, что он часто ходит в храмы, эта поддержка коррелирует. А что здесь причина, что следствие? можно гадать, конечно. Неоднозначно. Неоднозначно. Как всегда в таких исследованиях. Неоднозначно. Вот просто показано, что существует такая корреляция. По крайней мере, все это нормально вписывается в рамке предположения о том, что религия может быть полезной для коллектива, поскольку она укрепляет парахиальный альтруизм. Вот сейчас, кстати, готовность умереть за своих. По-моему, все. Да. Я благодарю вас, Саша, за интереснейшую беседу и не одну. Я надеюсь, еще вас увидеть в нашей студии. Спасибо. Спасибо. По скриптуму я хотела вас спросить о том, как возникла идея дополнить курс ваших лекций лекции по эволюционному религиоведению. Этого раздела не было в вашем двухтомнике популярном. Было, вообще. Но он не в такой все-таки форме, как вот сейчас мы с вами поговорили. То есть, у меня вопрос на самом деле с такой подоплекой, не связано ли это дополнение, завершение с тем, что вас довольно часто приглашают участвовать в телевизионных программах, в диспутах с участием креационистов. Не возникла ли это глава вашей лекционной деятельности как некое такое рациональное объяснение, попытка объяснения вообще противоречия существующих между людьми религиозными и людьми естественно научными. Ну, знаете, в принципе, меня эта тема всегда интересовала и в двухтомнике там есть раздел посвященный происхождению религии и в лекциях своих я, в общем-то, это тоже рассказывал. В том числе и верующим. Вот я ходил на семинар таких православных любителей науки тоже рассказывал им эти вещи. То есть, вот как наука смотрит на возможности эволюционного объяснения религиозного мышления и так далее. Вот, студентам я на самом деле не рассказываю этот раздел, ну, потому что, ну, мало ли там, у нас много другого материала, эта тема остается у нас за кадром. Ну да, такая более гуманитарная как бы, да. Ну, а вот когда вы встречаетесь с людьми ненаучными и представляете это, это находит понимание адекватное во всяком случае восприятие хотя бы? Ну, да, какой-то агрессивной реакции я не встречал от нормальных вменяемых слушателей, от верующих, православных, которыми я это рассказывал, они все это воспринимают вполне доброжелательно, потому что, собственно, почему бы и нет. То есть, если мы действительно развелись в ходе эволюции, ну, пусть там Богу так было угодно, чтобы мы развивались эволюционным путем, то вот и склонность к религиозному мышлению у нас как-то должна была тоже развиться тоже эволюционным путем, да, это, то есть, это не относится к вопросу о том, что какая-то религия истина, какая-то там ложная. То есть, противопоставление такого вот и жесткой границы. оно здесь совершенно необязательно. Но я, конечно, встретил агрессивную критику этих идей со стороны, ну, фундаменталистов. Вот общество шестоднев такое у нас есть или было. Вот они, конечно, были дико возмущены, прочтя эти лекции. Но это, по-видимому, единицы, единицы, так сказать, среди, православных, по крайней мере. Вот это вот товарищ Интео сейчас представляет эти силы. Что-то я слышала. Это такие экстремисты, хулиганствующие. А так, ну, все нормально. Спасибо еще раз, Александр. Всего доброго. Спасибо, до свидания. До свидания.